Вязание вязания Вязание вязания Вязание вязания Вязание вязания Вязание Удобно отметить иглу Если у вас нет четкого разделения По десятку Вы можете отметить иголочку Центральную Для каждого Раздела рапорта Либо пластырем Либо бумажным скотчем И тогда вы не потеряете Эту иглу и будет вязать гораздо проще У меня четко разделяется по платинам десятки, поэтому потерять иглу мне сложнее. Провязываем. Два ряда основным цветом. Далее идет трехигольный декер. Делаем сборку на центральную иголку. Собственно и все, декерная сборка. Как вы видите, выполняется она одинаково на всех машинках. Ставим в рабочее положение все иголки. Тогда у нас получается очень хороший ажурчик. И провязываем. Двухигольный. Самое главное ставить в рабочее положение все иглы, потому что многие делают большую ошибку, когда снимают петлю, делают пересадки и оставляют иголку в заднем нерабочем положении. У вас получится не очаровательный, хорошенький такой ажурчик, а полоса из петель в заднем нерабочем положении. Это уже совсем-совсем другой узор. Два ряда. И теперь переходим на одну петлю с одной стороны, одну петлю с другой. И там, где у нас сборка на центральную петлю, берем отделочную нить. Провязываем тоже два ряда. Раз, два. Еще раз выполняем эту же операцию дважды на одни и те же иголки. Посмотрите рапорт, там все это хорошо расписано. И второй раз. Выполняем на тех же иголках. Раз, два. А вот теперь самое интересное. Мне нужно делать сборочку. Вот эти складочки. Как их выполнять? Удобно это делать шильцем. Или одноигольным декером. Десять игол у меня есть с одной стороны от узора. И десять игол с другой. Вот то, что у меня отмечено платинками. Их я и надеваю на... На них я надеваю протяжки от желтой колоски. Если у вас машина, как у меня, с ручной прокладкой, у нее немножко другая постановка игл, чем у машины с нитьеводом, можете облегчить себе работу, вот так вот поставив их в такое среднее рабочее положение. То есть рабочее положение для машин с нитьеводом, чтобы вязание держалось на кончиках иголочек. И вот эту желтую протяжку, которая отлично видно, надевая на иглы, я делаю вот такую сборку, которая у меня слегка перекашивает вязание. Оно стягивает его. И за счет этого получаются вот такие волны. Волны миссани. Ажуры сильно растягивают вязание, а вот эта сборка стягивает. И получаются вот эти вот узоры, перекосы. Если у вас машина позволяет, можете не тратить на это время, а сразу надевать, если свободное вязание, сразу надевать петли на иголки, не переставляя их, как я только что делала. Это вариант для тех, у кого можно натянуть 4 ряда на иглы. Не на всех машинках это делается легко. Это самое главное в данном узоре операция. Все, надели на иголочки. И провязываем основным цветом дальше наше вязание. Все в рабочее положение. Если у вас все иглы в рабочем положении, и дальше вяжем основным цветом. Раз. Два. То же самое. Продолжаем делать. Только вязание у меня идет уже на расширение. Было 2 иголочки. Теперь 4. Раз. Два. И два ряда основным цветом. В данном случае вот эти вот крайние десятки игол у меня используются только для стяжки. Трехугольным. Потом четырехугольным и так далее. Стяжки я делаю в данном конкретном узоре. Только там, где у меня идет сборка на одну иголочку. Вот. Когда идут 2 ажуры рядом. Два ряда. И так далее. То есть самый главный фокус этого узора. Сделать вот такие вот сборки. Чем чаще вы их будете делать, тем очаровательнее узор у нас получается. Если вам понравилось, нажмите нравится. Поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте Изба Вязальня. Где мы обучаем стремительному освоению вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова И до встречи на сайте Изба Вязальня.